Это предложение, потому что необходимо сделать России для того, чтобы выйти из этой ситуации. Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот, любил повторять Александр Третий. Укреплению мощи страны он действительно уделял особое внимание. К примеру, за время его царствования на воду было спущено 114 кораблей. Вот секретные документы о стратегических намерениях императора на Черноморском флоте. Или знаменитый пулемет конца 19 века. Его император испытывал лично, но несмотря на все это, в историю он вошел в первую очередь как царь-миротворец, при котором Россия 13 лет не вела войн. Получив бразды правления российского государства в очень неприятной политической конъюнктуре, он сумел существенно повысить международный престиж государства, не пролив при этом и капли русской крови. Именно в царствовании Александра Третьего было начато строительство Транссибирской магистрали. Как это происходило, запечатлел художник Павел Песецкий. Его панораму посетителям выставки демонстрируют на экране. Помимо дел политических и военных, император искренне интересовался культурой. Александр Третий был почетным председателем императорского русского исторического общества. При нем в Херсонесе Таврическом проводятся археологические раскопки, а в Москве открывается исторический музей. Мы привлекли сюда для совместного труда, наверное, все лучшие музейные собрания России. Здесь представлено богатство Государственного исторического музея, связанное с императором Александром Третьим. А для нас это отец-основатель нашего музея, создатель его и первый директор, можно так сказать. Здесь представлены памятники из Государственного Эрмитажа, из Русского музея, Музеев Московского, Артиллерийского музея, Музей железнодорожного транспорта, Русского музея. То есть, перечисляя все эти названия, я свидетельствую о том, насколько многогранна и интересна деятельность этого человека. Один только русский музей предоставил для выставки уникальную коллекцию живописи из шести полотен, включая знаменитый портрет Александра Третьего «Кисти Серова» или работу Венецианова «Мальчик с роздой». А вот эта картина буквально на днях пополнила коллекцию исторического музея. Уникальность этого портрета в первую очередь в том, что Александр Третий там очень интересный по иконографии изображение. Он там изображен цесаревичем накануне русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Автор портрета Иван Извеков – отставной унтер-офицер и живописец-самоучка. На картине он изобразил цесаревича в генеральском мундире со знаками отличия генерал-адъютанта. Примечательно, что портрет наследника был создан на основе фотографии. Особое место в экспозиции уделяется детству будущего императора. Вот, например, ружье, сделанное по заказу Николая Первого в подарок своему внуку на восьмой день рождения. Здесь же учебные тетради, дневники и записные книжки будущего императора. Неполные 14 лет царствования Александра Третьего для России ознаменовались еще и ростом промышленного производства. Почти в три раза выросли объемы производства черных металлов и машиностроения. Во время его правления бурно развивалась промышленность, было построено и модернизировано большое количество металлургических заводов и на Урале, и в Поволжье, и многие из них работают и до сих пор. А сегодня промышленность, и в том числе и металлургия, является драйвером экономики. Есть на выставке и редкие документы, проливающие свет на сложный процесс решения внешнеполитических задач России в Европе, на Балканах и на Дальнем Востоке. Чего стоит только разворот России от тесных союзнических связей с Германией к вчерашнему противнику Франции и заключению с ней Союза. Вообще, Александр Третий – личность во многом недооцененная, и именно эта выставка призвана продемонстрировать публике его вклад в нашу историю. Для российского исторического общества освещение истории Александра Третьего – это один из приоритетов, и вскоре будет открыт памятник Александру Третьему в Гачевском дворце. Это совместный проект российского исторического, российского военно-исторического общества и правительства Ленинградской области. Я уверен, что это будет достойный памятник, повторяю поистине, великому правителю нашего государства. Памятник, созданный на основе сохранившихся эскизов скульптора Павла Трубецкого, планируют открыть в Гачевске до конца года. Служба информации Фонда Истории Отечества.